Ах, всем хай! Короче Ам... О, Господи, я так и тупел за всё это время, что делаю видео по играм Первое и самое важное, что я хотел бы вам сказать, самое ультраважное Это касательно Game Hunters Процесс идёт, я уже... Я учёл ваши комментарии И под прошлым анонсом было много комментариев от вас, что вот, мол, вы хотите печатную версию купить И я уже налаживаю некоторые контакты, чтобы обеспечить для вас печатную версию для всех, кто хочет Короче, это будет предзаказ, скорее всего, потому что это самое простое В плане... Мне точно будет понятно, сколько печатать, чтобы не напечатать, не дай бог, лишнего В рассылке каждый, кто купит, точно получит мой автограф обязательно И ещё какие-то плюшки, которые я пока не решил, то есть это будет Клёвый комикс напечатанный с моим автографом, с какими-то там дополнительными страницами И, в общем, с какими-то плюшками, которые будут доступны только для тех, кто по предзаказу взял печатную версию Ну, конечно, чтобы она там стоила, понимаете, да? Чтобы было вам максимально приятно это иметь у себя И напоминаю, что комикс по Game Hunters это некий краудфайдинг на самом деле Я хочу средства, которые я соберу с продажи комикса, электронного и книжного варианта напечатанного Я хочу пустить в производство самого сериала, чтобы снимать на эти деньги Поэтому, если вам интересен проект, обязательно поддержите, следите за новостями И вот по этому хэштегу мы с вами будем и все новости по Game Hunters искать Также не забывайте следить за моими соцсетями Инстаграм, ВК, Ютуб Я буду во всех этих местах постить информацию о сериале и обо всём, что я делаю А дел я сейчас довольно-таки много Но пока вот всё, ничего не доделал ещё Амбициозные проекты, амбициозные Но теперь продолжаем дальше Всем хай, с вами Юджин И добро пожаловать в видео, которое называется Без плана У него будет абсолютно ничего особенного Плана никакого нет, я просто сейчас сел в кресло и начал записывать Всё, вот и вся фишка Вначале мы, наверное, подумали, что я обвинил вот то, что я играю постоянно в игры Я отупел Нет, я скорее отупел из-за того, что, ну, как бы я сам в этом виноват Я редко стараюсь самого себя удивить И на самом деле это трудно делать, поскольку, как бы, понимаете Играя, вот ты знаешь, что ты садишься записывать видео, ты будешь сейчас играть в игру Ты настраиваешь себя на определённый лад Ты вспоминаешь все свои фишечки и так далее Начинаешь на них спекулировать, вот вновь входить в своё привычное состояние И от этого ты начинаешь тупеть Что даже когда видео начинается без какого-либо плана Ты тупо не можешь собрать все мысли воедино и что-то интересное выдать Отчасти, наверное, из-за этого я решил сегодня сделать видео без плана Чтобы вот просто удивить немножко сам себя и попробовать что-нибудь поделать Чтобы мозг в другую сторону начал работать Соответственно, сегодня давайте попробуем сделать что-нибудь очень угарное А, например, почитаем новости Я никогда не читал новости В смысле, я, конечно же, иногда какие-то новости на меня находят Но вообще я их терпеть не могу А давайте сегодня попробуем их потерпеть В Японии представили прототип летающей метлы Да ладно, типа ещё и видео есть и прям полетит Чё за говно? Он не летит! Мне кажется, это данная летающая метла как раз-таки для этого слова и подходит Потому что чувак просто въе кому-нибудь в задницу и получился адский ебрум Я на всякий случай запикал, потому что я ебрум знаю Пока водитель спал в Теслу, его автопилот пытался уйти от полиции Ну всё, короче, восстание машин началось в прямом смысле Мужик сел в нетрезвом состоянии за руль и уснул Однако умный автопилот мало того, что продолжил движение, так и ещё некоторое время пытался скрыться от полиции Это на самом деле поднимает очень интересные темы Реально, если вдруг сделают крутые автопилоты, которые, знаете, вообще не требуют, будет не требоваться от тебя что-то там рулить Ты просто сел, как пассажир, и машина рулит за тебя Получается, люди будут, всякие хакеры-программисты, они будут прошивать бортовые компьютеры машинам И прописывать в них программы угона от полиции То есть, типа, ты, прикинь, можно будет закачать туда карту города Только не такую, где там просто дороги, да, которые только навигаторы, там, по дороге он тебя воет А именно со всякими, где вот можно свернуть, где можно залечь на дно Наверное, как же такое может быть? И люди будут обновлять эти карты, особые карты И будут обучать машины по ним угонять от полицейских Слушайте, это прикольно В смысле, это весело, это не прикольно, это просто весело звучит Конечно, это будет жесть, потому что, прикиньте, ну тогда придется полицейским, да, обучать свои машины догонять этих машин То есть, им придется покупать те же самые карты И быть в курсе, в общем, вся, в общем, ничего особо не поменяется Единственное, что поменяется, это, как бы, внешний вид всего этого То есть, за рулем будет не сидеть крутой чувак Знаете, там, в фильме будет показывать не крутых чуваков, которым гонят, это полиция А будет такой чувак, который просто будет съелика И просто будешь ждать пока машина уедет Все Касательно этого, вот мы не задумывались никогда Что реально будущее, оно убьет всю атмосферность Я бы так сказал, не то что там романтика и так далее Когда ты вот реально будешь снимать фильм Там 2230 года Когда машина там будет летать и так далее И как вот показывать фильмы Где знаете там очень такие пафосные сцены Когда там чувак нажрался чего-то И пошел, сел за руль И ты знаешь, что он сейчас едет нетрезвый Но при этом все равно едет И ему пофиг на полицию И ты смотришь и думаешь, что на такой крутой чувак Вообще ничего не боится И конечно это неправильно Целиком полностью, нетрезвым за руль садиться вообще нельзя Я никогда так не делал Но когда ты смотришь на это в кино, это забавляет Я подумал, какие фильмы будут снимать тогда Что там будет забавного То есть наверняка что-то может быть придумают Может быть фильмов уже не будет к тому времени Но вот я об этом говорю Вот эта вся такая романтика Интересные приключения, которые есть сейчас у нас Антураж этот весь Он просто исчезнет И какой он будет тогда Вы никогда не думали об этом? Я даже могу просто наглядно показать Фильмы ужасов Я считаю, что идеальный период для фильмов ужасов Именно как по антуражу Это 80-е, 60-е, ну начало 90-х Ну просто где наиболее вероятно Случится что-то страшное? Вот в подобной маленькой хижине? Или в таком небоскребе? Как же будем мы жить без добротных ужастиков? Если вы о чем-то таком тоже думали Делитесь со мной в комментариях своими мыслями И не только со мной, но и со всеми остальными Кстати, ужас! Всех поздравляю вас с Хэллоуином Но я не особо готов к нему, если честно Или готов? Не, погодите Теперь готов Теперь по сути я как будто создал такой портал В мир ужасов, кошемаров Поэтому можно сказать, что я готов к Хэллоуину А вы готовы? И как вы его будете отмечать? Как вы будете праздновать? У вас будут какие-нибудь? Что вообще русские люди делают на Хэллоуин? Это не наш праздник Он не наш Но мы его сейчас все активнее и активнее начинаем праздновать В любом случае, поздравляю вас с Хэллоуином Все Антураж Хэллоуина пошел прочь У меня стоит вопрос один Как вы знаете, я недавно выпустил видео В котором вы меня фотожопили И вам всем понравилась эта идея И на самом деле мне тоже понравилась Потому что было реально, местами было смешно И особенно когда ты пытаешься не смеяться Тебе еще смешнее становится Поэтому мне это изнатно позабавило У меня есть два варианта Я могу сделать для вас пару фоток На хромакеях полный рост Ну там разные фотографии Чтобы у вас был простор для творчества Или же я могу снять с себя видео Я знаю, что так уже некоторые блогеры делали Что типа они снимают какие-то фрагменты видео Себя на хромакее Напишите, как вы хотите Как вам лучше было бы Я по итогу голосования Ну там, количество отзывов Количество мнений Сделаю вывод И предоставлю вам эти штуки Фотки или видео Чтобы вы что-то сделали И потом замутим снова видос Где я буду, типа, снимать свою реакцию На эти видео Что вы думаете по этому поводу Пишите обязательно в комментах И голосуйте И не пасуйте Следующая тема, которая не запланирована Это... Вы знаете, что... Вы все знаете, что мои превью Это шедевр Это искусство По каким-то причинам у меня есть даже альбом Выдающийся превьюшки И, опять же, по непонятным причинам У меня есть... Не так их много почему-то Я знаю, что я много сделал прикольных превьюшек Но я не все, короче Я забывал просто их, духу, ставить в альбом И я, не знаю, если оно вам надо Я буду стараться делать так чаще Не знаю, как надо Кроме как я сам себя радую И, разумеется Не раз Правда, не раз Я слышал такие фразы, что Превьюшки Юджина Это отдельный вид искусства И сейчас я решил показать Как я делаю превьюшки Я открываю фотошоп Считайте это видео туториал Как фотошопить Выдающиеся картинки Делать такие, что просто Просто Что это будет просто, короче Мы ставим Width 1920 Height 1080 Вот этого мне достаточно, чтобы делать крутые штуки Мы получаем белое полотно И мы, как художники, должны сделать из этого белого полотна Нечто Столь Красивое Что достойно попасть в альбом Выдающейся превьюшки Моя методика, она работает абсолютно на всех На всех У кого есть фотошоп Сначала я ломаю голову Я думаю, думаю о том Как же видео будет называться Для примера возьмем мое видео Любое срендренное видео Высрендренное Например, это предыдущий выпуск по арку Кстати, если вы не видели Зацените обязательно Этот арк назывался Как причинить добро бобру Но мы можем его попробовать переименовать Допустим Например, вот Нашествие бобров Ну вы поняли, да? Я цепляюсь к какому-то фрагменту из видео Или к его общей идее И, соответственно, так и называю видос Итак, бобры Я нахожу Арк Костероидос ПНГ Потому что мне лень самому вырезать Вот такой Например Я просто беру Сохраняем на рабочий стол Берем вот такого Он вообще не вырезан Сохраняем на рабочий стол Нам нужно разнообразие Нам нужно сделать нашествие бобров Сохраняем на рабочий стол Ну вы поняли, да? У меня получилось чертовски много бобров И чертовски много времени я сейчас на это потрачу Я импортирую все эти картинки сюда Всех этих гребаных бобров Теперь мне нужен пиздов Я пишу арк Лэндскейп Вот это прекрасный лэндскейп, я считаю И ставлю сюда Видите? Идеально Но теперь смотрите, что я вижу Вот это Вот это Все эти интерфейсы мне не нужны Что я делаю? В фотошопе есть чертовски сложная вещь для профессионалов Она делается вот таким образом Я так хоп Выделяю вот эту вот надпись Нажимаю Аа, черт Сначала надо снять выделение Снимаем выделение Вот, сняли Выбрали только нужный нам лейер Нажимаем Отчет Видите? Вот этот значок сраненький Это означает, что это смарт объект Это очень умный объект Его нужно сделать тупым Когда мы это сделали Мы можем наконец-таки Редактировать его И что-то на нем там рисовать И вот так далее Вот почему-то она не рисуется Погодите Поймать Не рисуется Почему? Решил перезайти Вот, чтобы вот этот фотошоп Начал там работать Я, конечно, решил перезайти О! Хорошо, я не знаю Что это было Есть несколько способов избавиться А вот от этих вот ненужных вещей Можно сделать Скейл И просто Нафиг убрать это из экрана Но Если вы продвинуты, как я То вы не будете это делать Вам нужно все пространство картинки Поэтому мы делаем вот так Выделяем 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 Нажимаем правой кнопкой Фил Контент Авер Ставим Я, короче, пользуюсь всегда Английскими программами Чтобы они были не русифицированы Потому что Проще всего найти Очень полезные уроки На Ютуб А я не все, как правило, на английском Итак, контент Авер Здесь все Практически ничего не меняем Окей И оно магически все само удаляет Конечно, эта техника не всегда работает 100% аккуратно Но Волшебство, да? Он просто дорисовывает Видите? Он взял и дорисовал сам И начинается самое сложное Мы должны их всех Как-нибудь Расставить И мы начинаем их выделять Я знаю, что многие используют Pen Tool Лишний геморрой Для меня лично Конечно же, она очень хорошо Гладненько видит Может выделить Создать маску И так далее Но Это все мне лень И я никогда особо не делаю Потому что Привишки нужно делать быстро И качественно Для этого я просто беру Quick Selection Tool И она просто Вот хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп Выделяя все похожие пиксели Ты просто добавляй И кто-то успевает добавлять Она будет все добавлять Если что-то там случайно Ой, я вот это вот выделил Мне нужно Я такой Раз-раз-раз-раз-раз Или Просто отмена Или допустим Вот если она выделила так Ты не можешь нажать отмена Потому что она выделила вот это Ты же не можешь отменять то, что тебе нужно Правильно? Ты не будешь это отменять Ты же не дурак Ты просто вот так Отминусовываешь Отминусовываешь И в итоге Весь бомбер у нас выделен Чтобы У нас он был красив При выделении Мы делаем Select and Mask Посмотрите, как он сейчас Выделение довольно-таки дешевое Да? А мы такого не делаем Мы Нет, у нас дорогая Обработка картинок Мы Радиус Фигачим Видите? Когда делаешь радиус Он как раз-таки Всякие такие волоски И прочее Выделяет Когда нажал ОК У тебя он выделился Ты жмешь такой Command Ctrl-C Видите, Command Я еще не на маке сижу Ctrl-V Все Бомбер вырезан Но посмотрите на этот хвост Иногда Так нам тоже подойдет Вот, например, здесь Посмотрите Сливается с местностью И выглядит довольно-таки Недурно Особенно, когда мы сделаем Немножко вот так Всех обманули, да? Если вас это не устраивает Можно сделать таким образом Мы включаем слой Из которого мы вырезали И выделяем ноги еще раз Вот все места Которые должны быть у нас Ровными линиями Ииии Selected Mask Нажимаем Smooth Нажимаем Контраст И теперь Хоп И у нас есть это И у нас есть это И чтобы Вот эти вот Как и исчезли Мы просто Из верхнего слоя Стираем Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп И чтобы у нас не было Отдельно ног Отдельно Тело туловища Мы просто два этих Выделяем И нажимаем Layer Merge Слить Значит И вот он наш бобер Те же самые Манипуляции Мы должны проделать И с остальными бобрами До встречи через много часов Теперь Когда мы наконец-таки Всех разместили Согласно Правилам Композиции Все правила Композиции Здесь соблюдены Я надеюсь Как правило Я стараюсь Просто на свой Взгляд Типа если это красиво Если это гениально То я оставляю Если мне не устраивает шерсть Какого-то бобра Или любого другого существования Картинки Например Вот этот бобер На переднем плане Он У него красивая шерсть Вот здесь вот Но по краям Это выглядит довольно-таки Ужасно Я беру вот этот пальчик и делаю вот такие вот штучки Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп Пока гениальность не начнет просачиваться изо всех щелей Евгений гений Евгений лучше Кодимы Наверное, гений тоже устает, поэтому оставляем как есть Если вдруг композиция вызывает у меня какие-то смущения Или смещения Я использую золотое сечение Вот эти вот линии Я не буду вам объяснять правила композиции Это вы можете сами в другом месте посмотреть Это объясняют нормальным языком Короче, суть в том, что это важный объект И который нужно увидеть располагаешь вот в этих точках Например, вот этого бобра Мы могли бы здесь расположить чуть-чуть поближе сюда Если бы у нас тело продолжалось Что мы можем, в принципе, с вами сделать Вот он бобер Вот он такой бобер Он такой толстый Хоп И делаем ту же самую фишку Хоп Бобер готов Кошмарный бобер, да, я согласен, но это пока что Чтобы нам сделать нормально, нужно было бы выбрать Спот хилин брос И вот здесь провести Так он разгладит нам что-нибудь И да, немножко кланировать Здесь можно сделать так вот Получится эдакое чудовище Которое мы с вами превратим в тело бобра Продолжение бобра Почему бы и не продолжить бобра здесь, да? Продолжение бобра звучит как какой-то крутой фильм Это начинается с сиквела И это вообще выглядит неплохо на первый взгляд Главное не присматриваться Мы сделаем так, чтобы людям не было времени присматриваться И получается бомбер Который, посмотрите на маленькую картинку, видите? Вот прям на себя акцентирует внимание сейчас Потому что он располагается там, где надо Вот почему Соответственно, вот этот бобер Мы можем вот чуть-чуть вот сюда выдвинуть Все идеально Далее гениальность продолжается И удивляет вас все больше Например, как вы видите на этой картинке Вот этот бобер сливается с этим большим бобром И вы думаете, а почему что-то вот этот бобер не сливается с этим бобром И я скажу почему Те, кто не знает, записывайте, записывайте Потому что я скажу только один раз И у вас не будет возможности перемотать и посмотреть еще раз Дело в том, что, видите, эта часть бобра По контуру идет свет Это правило, это правило правильности Если ты хочешь создать объем в своей картинке При этом отделить визуально один предмет от другого Используй контровой свет Контровой свет это когда лампа Видите, она светит сзади Вот он, контровой свет появился Когда теневая сторона к кадру А противневую сторону я имею ввиду Вот эта сторона бобра, видите Вот это все тенью к нам повернуто Именно из-за этого эффекта Когда здесь контровой, а здесь теневая сторона Создается эффект объема Ммм, мотайте на ус Пока я жив Теперь нам, чтобы отделить вот этого бобра На переднем плане от вот этого бобра Что нам нужно сделать? Ну я уже сказал, короче Берем вот этот Dodge Tool И ставим здесь Midtones Exposure примерно 24 Это вы сейчас увидите, что делает Оно высветляет точечно Светлая душа И посмотрите сразу на миниатюрную картинку Как отделился бобер только что от всех Он теперь изгой И чтобы создать ему еще больше объем Я немножко затеняю места, которые уже затенены Вот я, короче, поменял, да Dodge Tool на Burn Tool Делаю, делаю, творю, творю Как, знаете, художник, мазки, мазки, мазки Иногда становится лень все это делать Я согласен Но тогда вы не станете успешными, как я Поэтому делаем Но иногда Просто лень настолько сильный, что даже забил на гениальность Я так иногда делаю Потому что иногда бывает время Часов на руке нет И ты не понимаешь, как время Поэтому надо просто забить на заворочке И делать еще проще Как это можно сделать? Допустим, вот мы берем вот этот бобер Ему нужен контровой Мы нажимаем два раза на его слой И находим Inner Shadow Внутренняя тень Меняем цвет на белый Blend Mode на Linear Dodge Видите, как он становится белоснежной? И начинаем его немножко корректировать Туда-сюда Туда-сюда Во Идеально Тогда всего лишь остается нам просто чуть-чуть больше теней добавить Однако Учтите одну интересную вещь Которую я сам Сам И я открыл ее Но наверняка Об этом знают все, кто умеет красиво делать картинки Посмотрите на композицию без бобров Безжизненно Остались лишние большие намеки на то, что на этой поляне когда-то существовала жизнь Как вы видите, более дальние объекты Они с дымкой В отличие от более контрастных ближних объектов Из-за этого создается эффект глубины Это по сути то же самое, что и кондровой свет Только у всего пейзажа Как видите, чем дальше от нас Тем бледнее, светлее объекты Чем ближе к нам Тем контрастнее тени Темнее И поэтому Нам есть смысл Делать самых дальних бобров Чуть-чуть посветлее Для этого мы делаем Что мы делаем? Чуть-чуть высветляем Так, чтобы он сливался с камнями Ну, то есть, чтобы он был Казалось, что он прям там Так, и не забываем, конечно же, про Inner Shadow Корректируем под конкретного бобра Каждому бобру свою Inner Shadow А чтобы лапы не выделялись так сильно Мы можем отделить этот свет От него Вот так нажать Create Layer Вы видите Теперь Свет отдельно Мы его можем вот здесь вот закрасить А можем не закрашивать Можем вот так слегка Подтереть Подтереть ему попку Потому что я запретил ему двигаться с места Пока я рисую И он не выдержал Не переживай, дружище Я о тебе позабочусь Короче, этому бобру нужна тень на ногах Чтобы она сливалась с тенью камня Чтобы типа он реально на камне стоит Но и от бобра должна тень небольшая Отбрасываться на камень Потому что тень плюс тень Равно еще более темная тень, понимаете? Туда-сюда, туда-сюда Вот и бобер стоит Понимаете? Стоит Иллюзия, что бобер стоит по-настоящему Посмотрите на миниатюру Посмотрите, как это красиво смотрится А еще мы начинаем всех бобров тенями награждать Стараемся сами не мудрить А закрашивать места В основном, которые и так темные Уже на изображении Чтобы их подчеркнуть Ну и где надо Мы можем немножечко усилить Мы усилим тьму в его глазах У нас нет выбора Мы же видим, как его душа чернеет Напишите, если этот бобер вам приснится сегодня ночью На мой профессиональный, гениальный взгляд Есть тут лишние бобры Я бы убрал вот этого бобра И убрал бы вот этого бобра В целом, мы практически закончили Теперь дальше, если мы хотим как-то улучшить картинку И сделать ее узнаваемой Мы должны, конечно же, добавить меня Вот такая фотка Сейчас у меня лучшего качества получилось Мне не было времени настраивать кадр И сейчас похоже, как будто я сейчас сам делаюсь Но это добавляет комичный эффект Короче, добавляем меня, чтобы создать интригу Когда ты снимаешь на хромаке У тебя по бокам, прикиньки Получаются зеленые, видите, такие края Это может быть из-за того, что свет отразился Это не очень хорошо вырезан хромак и так далее Мы включаем Hue и Saturation И выбираем Greens, зеленые И чуть-чуть ползунок вот сюда Уводим в сторону желтизны Чтобы заходило на цвет кожи И начинаем ползунок вести влево Посмотрите, что происходит с краями И когда мы зеленый убрали Мы можем говорить, что я гений смело В комментариях, пожалуйста, вместо много Не забывайте об этом И ставим позади бобра на переднем плане И вот Теперь нас нужно туда вписать Писать в эту картинку Мы чуть-чуть добавляем себе контраст Мы чуть-чуть себя высветляем, чтобы на нас был акцент Конечно же делаем контровой свет Ну как же без него? Опять же, все на глаз, на вкус, на вашу гениальность Вот сколько у вас гениальности есть, столько и применяйте Это хороший сайт, смотри, говорят, да я думал, я пошучу Но на самом деле Реально применяйте столько таланта, сколько вы можете применить Никогда не делайте все на 75%, делайте на 100% Особенно поначалу Когда вы стали таким известным, как я, популярным, вы уже можете расслабиться А потом смотреть, как ваш канал умирает И обвинять во всем YouTube Для дополнительного объема и выражения конкретных черт лица Я использую опять же вот эту вот Dodge Tool Чтобы высветлять светлые участки на своем морде Допустим вот здесь Если нужно создать эффект, что типа глаза уставшие Мы можем синяки себе подрисовать Что в принципе забавно, как мне кажется, здесь смотрится Это все делается с помощью Burn Tool Всегда увеличивайте пиццуку визуально Чтобы ее увеличить, нужно добавить хайлайты И вот такие тени Я не увеличиваю пиццуки, никогда не подумайте Я знаю, что иногда некоторые перестают понимать шутки Думают, что я типа не шучу, а я шучу, может быть И вот оно получается Вот я стою среди бобров Думали, что это все? Ну вы, конечно же, нубы Вот кто-кто, а вы нубы в плане фотошопа Это еще не все Мы должны добавить общую маску для всех Простите, я делал не то Вот это надо нажимать Vibrance Мы добавляем Vibrance Видите, цвет он называется насыщенный Мы можем закрасить в черный этот белый квадратик И тогда, видите, эффект как будто бы не применен ни на что А потом взять кисточку и белым цветом начать красить Видите? Посмотрите на миниатюру Я выделился, потому что только у меня насыщенный яркий цвет В сравнении со остальными И дальше мы делаем акценты И теперь смотрите, с этим слоем Вот И без слоя Смотрите на миниатюру, как меняется Хоп-хоп Вот так это будет выглядеть Но этого еще недостаточно Как же мы поймем, что это арк наверняка? Конечно же мы скачаем логотип И ставим назад И получаем арк Я бы даже, знаете, что сделал? Вообще очень прикольно смотрится Мы можем немножко добавить эффект дымки Мы не просто сделаем дымку А сделаем дымку И ставим ее поверх слоя с логотипом Теперь, чтобы это было красиво Чтобы посмотрите, вот видите, какие всякие куски Мы вот так хоп Стираем по бокам Мне нравится Может быть я даже сделаю это следующей превьюшкой Следующего выпуска по арку Только я пока не уверен, что она будет называться на 6 тембобров Но, короче, если хотите, я сделаю эту превьюшку Что вы думаете? Наша картинка Получилось реально довольно-таки неплохо О, и я устал Вы не поверите, но я делаю так каждый день Выкладывать видео, чертовски выматывающая вещь Там столько настраивать приходится Столько вот это вот Иногда ты придумаешь красивую превьюшку в голове И ты начинаешь тратить время, заморачиваться Иногда получаются простые превьюшки Иногда вот такие вот сложные И каждый раз ты не знаешь, сколько ты времени потратишь Очень трудно планировать свой день из-за этого Короче, пишите, если хотите, чтобы следующий выпуск карт был с этой превьюшкой Слушайте, я думаю, на сегодня все Получился такой спонтанный ролик без плана Если вам понравилось Я сейчас скажу формат такой Будет казаться, как будто я специально это запланировал Нет, я не планировал ничего этого делать И правда сел вообще без какого-то понимания, что я буду сейчас делать Если вам хочется иногда со мной собираться в роликах без плана Просто болтать То просто дайте мне знать об этом И я буду на самом деле рад, если вам зайдет такое Потому что это интересный процесс Ну а теперь, я думаю, пора попрощаться с вами Увидимся в следующем видосе Хотя, погодите, мне кажется, прикольнее будет, если мы попрощаемся Как-то в соответствии, соответственно ролику Огромное всем спасибо, что смотрели С вами был Юджин И давайте напоследок дадим друг другу Самую мощную битюлю Вот она Раз Два Три И Пять Субтитры сделал DimaTorzok